Всем привет! Сегодня поговорим о геранях. Чем удобрить герань, когда под рукой нет никаких удобрений и не хочется химических каких-то удобрений? Можно использовать йод. Одна капля йода для обильного цветения герани. Вырастить герань можно из семян, но я предпочитаю черенкование, которое производится с середины февраля до марта. В это время уже требуется проводить обрезку герани, ведь герань светорлюбива, а зимой света мало и растения вытягиваются, становятся не очень красивыми. В герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая вам нужна, но не совсем на пень, конечно. От них новые веточки пойдут, спящих почек. А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки. Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 сантиметров с тремя-пятью листиками. Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой и нижнюю пару листьев обрываем. Подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2-3 часов, чтобы срез затянулся пленочкой. И сажаем сразу же в подготовленные горшки с грунтом. И слегка поливаем. Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем. Ставим в светлое место, но не на солнце. Многие просто нарезают черенки и ставят в воду. Советую в баночку с водой положить таблетку активированного угля, чтобы не было гниения. Корешки образовываются очень быстро. Потом их пересаживают в горшки. Горшок нужно брать небольшой. Земли герани нужно совсем немного. Чем быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение зацветет. И чем меньше горшок, тем обильнее будет цвести ваша герань. В больших горшках растение может вовсе не зацвести. Ему это не нужно. Жизнь и так хороша. Зачем утруждаться? В одном горшке можно даже посадить несколько черенков герани. В процессе укоренения нижние листочки могут пожелтеть. Оборвите их. Когда появится пара другая новых листиков. Для формирования красивого пышного кустика верхушку прищипывают на 8-10 листочкам. А боковые побеги на 6-8 листочкам. И постоянно поворачивают горшок, чтобы кустик был ровненький. Что герань любит? Любит она солнце, но не переносит. Но переносит и легкую тень. Извините. Тепло любит. Но очень легкие осенние заморки. Заморозки тоже переживет. Нечастые, но обильные поливы. Хороший дренаж в горшке. Умеренно плодородную землю. Даже скудную почву. Иначе будет много зелени, но мало цветов. Если будет сильно удобренная почва. Регулярные подкормки. Удаление от свежших соцветий. Для продолжения цветения. Очень хорошей подкормкой является йодовая вода. Нужно взять 1 каплю йода. Растворить в литре воды. И поливать 50 мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь. После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет. Если желтеют листья, причины могут быть следующими. Если у листьев сохнет только края, причиной является недостаток влаги. Если листья вялые или загнивают, причина в избытке влаги. В обоих случаях листья могут опадать. Оголенные стебли, нижние листья опадают. Это недостаток света. Летом герань очень любит жить на свежем воздухе. Выносите ее на балкон и в сад. Хорошо пересадить в грунт. В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть. У нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением. На улице герань цветет изумительно. А куст сильно разрастается так, как никогда дома. На улице иногда листья герани приобретают розовый цвет. Это нормальное явление. Как бы загар, растение от этого ни лучше, ни хуже. Осенью при прохладной погоде в 10-12 градусов герань балдеет от такой температуры. Держать герань на улице можно до начала заморозков. Пока температура не опустится до плюс 2, плюс 5. Затем ее нужно будет обрезать, пересадить в горшок и поставить в прохладное место 10-12 градусов на зимнюю спячку или постепенно приучая к более высокой температуре. Занести в комнату, где она будет продолжать свое цветение зимой. Сквозняков лучше не допускать. Их не любят никакие цветы. А вот открывать окна в помещении, где растет герань, не просто нужно. Можно, но и нужно. Свежий воздух для этих цветов очень важен. И в заключении. Как вы могли убедиться, размножать герань черенками совсем не сложно. Главное соблюдать при этом ряд условий. Черенки нужно обязательно брать с верхушечной части растения. На каждом из них должно быть не менее 5-6 листочков. Удалив нижние листья, можно опустить черенки в воду и дождаться появления корней. А можно сразу укоренить их в маленьких горшочках. Во время укоренения нужно следить, чтобы грунт в горшках всегда был влажным. После того, как ваши черенки укоренятся, поставьте их на светлое окно и ухаживайте за своими маленькими гераньями по всем правилам. И оно обязательно превратится в шикарные полноценные кусты герани. И за каждым таким кустом нужно будет ухаживать надлежащим образом. Чтобы кустик радовал вас практически непрерывным цветением. При котором одно соцветие сменяет другое. И в вашем доме всегда будет уют и нежность. Символом которым являются герани. Как правильно обрезать герань, чтобы она шикарно цвела? Это растение является таким популярным из-за своей красоты и неприхотливости в уходе. Я вам рассказала некоторые секреты. В следующих видеороликах я буду открывать другие секреты. Спасибо всем за внимание. Всем удачи, всем пока. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.